Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите выпуск новостей международной группы компании Skyway. Согласно данному нами обещанию, мы держим вас в курсе всех ключевых событий, которые происходят в жизни нашей организации. И пытаемся делать это под разными углами. В одном из прошлых выпусков мы вам рассказали о таком поистине уникальном изобретении наших инженеров и конструкторов, как интеллектуальное струнное ограждение Экотехнопарка, которое является одним из свидетельств инновационности тех технологий, которые несет Skyway в мир для качественного изменения нашего будущего. Мы не успели выложить этот ролик на официальном сайте, что произошло сегодня утром, а уже в соцсетях его за ночь, со вчерашнего вечера, посмотрело свыше тысячи человек. Большое количество очень позитивных отзывов. Мы не хотим сказать, что наши инвесторы не спят ночами. Единственное, о чем это свидетельствует, так это о том, что они живут в 47 странах мира во всех возможных часовых поясах. Посмотрел этот выпуск и сам автор «Идеи струнных технологий», наш генеральный директор и генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий, который вызвал вашего покорного слугу в группе со всеми создателями данного ролика на ковер. Для чего? Узнаем вместе с вами прямо сейчас. Ролик замечательный, комментариев много, особенно про динозавры, это хорошо вы вставили, это правильно. Динозавр не порвет наше струнное ограждение, но я как автор этого изобретения, хочу тоже дать комментарий о нем. На мой взгляд, в ролике главное не показано. Это бизнес, это бизнес. И у этого объекта есть рынок, причем рынок большой. Мы делаем струнное ограждение, индивидуальное не для того, чтобы от зайцев защититься в экотехнопарке, хотя от него мы тоже защищаемся, иначе он сожжет все сады, как вы правильно сказали. Мы хотим продемонстрировать в экотехнопарке возможности вот этой охранной системы индивидуального ограждения, потому что это ограждение может быть использовано для охраны, в том числе особо охраняемых объектов. Это границы. На первую Россию больше 10 тысяч километров сухопутных границ. Их надо охранять. И, насколько я знаю, правительство России планирует уложить в защиту охраны границ порядка 100 миллиардов долларов. Ну, в течение там многих лет, естественно. Почему бы не сделать вот такое ограждение? Оно будет на порядок дешевле, на порядок более вандалоустойчивее, и на порядок эффективнее и надежнее. Есть такие объекты особо охраняемые, как атомные электростанции. Вы представляете, террорист пройдет через ограждение, взорвет электростанцию. Чернобыль ерундой покажется. Поэтому, естественно, там вопросы дают, ой, мы что, будем там бедных зайчиков током бить? Или людей? Да нет. Это, когда есть нарушитель, вот в особо охраняемом объекте, да, тогда его надо на поражение, иначе террориста надо уничтожать. И поэтому у индивидуального ограждения есть опции. Это не значит, что мы будем их применять в экотехнопарке. Но эта опция есть, и если заказчик хочет, мы это поставляем. И поражение электрическим током, поражение полем. Есть другие средства воздействия, причем плод, да, если необходимо, с летальным исходом для нарушителя, да. Но вот они знают, что это будет повсеместно применяться, это очевидно, да. Среди таких объектов особо охраняемых аэропорты, особенно международные, воинские части, особенно ракетные, да, вот части. И заповедники, где тоже и животные должны выходить, и заходить не нужно, да, и люди, да. И это рынок колоссальный, с съемкостью, ну, сотни миллиардов долларов. И этот объект можно продавать. И мы хотим его показать. Это первый проект, который мы реализуем в экотехнопарке, который может быть реализован на рынке. Причем это можно сделать без проблем. И поэтому этот объект, это один из первых, который мы построим, именно как объект для продажи. И дивиденды уже от этого объекта будут получать все наши участники, акционеры, инвесторы. Независимо от того, что они купили, дерево или опору. Ну, конечно, так это же наш продукт, который мы будем продавать. И здесь важны не характеристики инвесторного ограждения, там, диаметр проволоки, он может быть любым. И шесть миллиметров, пять, и четыре, и три, и два, и три, и два, и один миллиметр. То, что дачу охранять или защищать, да, не нужна мощная струна. Ну и правильно, а их может быть не двадцать одна, а пятнадцать или тридцать. Да, и семь, это опять же, это определяется, что ты охраняешься, может быть и одна. Поэтому здесь и пролеты могут быть разными, и высоты, и раздание между проволоками, и вот эти перемычки, которые выполняют функции, как бы, объединения всех струн в некое такое поле, в мембрану, да, сет, который вот, если, допустим, автомобилем кто-то пытается, ну, прорвать это ограждение, да, то она просто плетет, как сеть, и задержит все, все, не одна проволока, проволоку по отдельности можно порвать, так же, как и прутик можно сломать, ну, веники, ты не сломаешь все прутик, так и здесь. Поэтому они должны работать вместе, и вот эти планочки выполняют эти функции, так. И вот можно показать, ну, схему, можно нарисовать ограждение, вот, анкерная опора, расстояние может быть не обязательно, там, 300 метров, там, может быть и километр, и 2, и 3 километра, это зависит от конфигурации участка, и, естественно, если мы настянем струны, то на таком расстоянии провиснут сильно, независимо от того, какого бы от натяжения, поэтому, естественно, надо ставить промежуточные опоры, очень легкие, ажурные. А потом объединять их планочками, и они уже начинают вместе работать, не одна струна, а вместе, да? И вот представьте, что что-то тяжелое, тоже динозавр или танк, или там, грузовик пытается проломить ограждение. Вот он врежется сюда, естественно, эти опоры слабые, он и начнет их ломать. И вот вид сверху, вот анкерная опора, вот анкерная опора, и струны начинаются выгибаться вот все вместе, вот так вот, натягиваясь. При этом можно вытянуть очень сильно, вот буквально вот так вот, да? И чтобы порвать струны, уже надо рвать не одну струну, а две. Поэтому, если усилие суммарного разрыва 100 тонн, то, чтобы порвать все струны, нужно приближать усилие 200 тонн. То есть динозавр явно и кит не проломит, так? Ну да. При этом, вы правильно показали в ролике вот про лук, это тетива лука. Поэтому грузовик, даже тяжелый, он просто выстрелит, как стрелу из лука, на сотни метров. Вот, поэтому здесь эта система очень прочная, вандалоустойчивая, и террористов устойчивая. Потому что, даже вот механические, ну, часто показывают фильмы, как там, я не знаю, через мексиканскую границу, или там с Америкой, да? На грузовике, там, через забор, или палестинцы, там, через ограждение, там, в Израиль, да? Потому что, или Джеймс Бонд на Хаммере, там, раз, проломил забор, и, ну, ограждение, и уехал, да? Здесь вот этот номер не пройдет. Поэтому это серьезный объект продажи, да? Самодостаточный, который мы можем реализовывать на рынке всего мира, а не только там в Беларуси, не только в России. И потребность вот такого рода объекте, ну, велика. Вот те же австралийцы, когда завезли кроликов, то у них была проблема, им пришлось строить забор через всю Австралию, да? Который свою функцию выполнил. Ну, тот забор был менее эффективный, чем вот этот, и более дорогой, чем этот более был бы эффективным. Даже вот в таких вот случаях этот объект можно применять. То есть мы говорим о том, что SkyWay это не только Unibus, это не только транспорт, это транспортно-инфраструктурный комплекс. То есть это вот и есть инфраструктуры, предназначенные для продажи на Львове. Я бы рассказал, это одна из струнных технологий. Есть вакуумное стекло, это тоже струнная технология. Это объект мы будем позже реализовывать. Есть струнные взлетно-посадочные полосы, где, представляете, вот сейчас сколько аварий и при взлете самолета при посадке, когда шина там, арматура торчит, допустим, из плиты, прокалывает шину, развивается самолет. И когда на стыках он стучит эти колеса, и шасси выходят из строя, и самолет может сломаться, может быть авария. А представьте, взлетно-посадочная полоса, длина там 3 километра, нет ни одного шва. Она непрерывная. И она более дешевая, более прочная взлетно-посадочная полоса. Это тоже струнная технология. Там тоже преднапряженные струны. Вот это колесо в небо на колесе, да, система для индустриального освоения космоса, для вынесения земной индустрии в космос, это тоже струнная технология. Потому что если взять общепланетно-транспортное средство, вот Земля, а вот это кольцо, которое выходит в космос. Его поперечное сечение, если там его взять 10 метров, а диаметр Земли более 12 тысяч километров, 12 миллионов километров, более, так, то поперечный размер бесконечно мал, по сравнению с длиной. Бесконечно. Это как паутинка на фоне небоскреба. И поэтому эта система может функционировать только в том случае, если система будет натянута, растянута. Поэтому она тоже струнная конструкция. Потому что она не может работать нажатие, она тут же разрушится. Поэтому это тоже вот вариант самого грандиозного сооружения, дженерного на планете Земля, который, я уверен, убежден, будет построено. Это тоже будет сделано под струнным технологиям. И таких проектов много, где есть струнные технологии. Потому что предварительно напряженные конструкции, растянутые, они не теряют устойчивость. Любые материалы на растяжение, вот сталь, работают очень хорошо. Например, высокопрочная проволока, которую мы используем, имеет прочность порядка 20 тысяч килограмм на квадрат сантиметр. Прокат, вот уголок, труба, не имеет такой прочности. Потому что проволоку протягивают через ферьеру многократно. И она упрочняется. Цена у нее, как у обычного проката, а прочность здесь сразу же. Поэтому это более эффективно, да? Вот такие материалы применяют, такие элементы применяют. И мы их применяем здесь. И поэтому надо сейчас отразить вот эти вещи в новом видеоматериале. Я надеюсь, что вы вместе с нами уже убедились во время беседы с генеральным конструктором о том, что у проекта SkyWay поистине неисчерпаемый коммерческий потенциал. Ведь даже такое сопутствующее изобретение, как интеллектуальное струнное ограждение, в случае успешной реализации может принести очень скорую прибыль. И оно уже монтируется и в ближайшем будущем будет показано в экотехнопарке SkyWay. Что же говорить обо всех остальных главных составляющих струнных технологий? Каждая из них может быть реализована в качестве отдельного проекта вне связи со всеми остальными. Ну что же, присоединяйтесь к нам, смотрите наши новости на канале YouTube, знакомьтесь с обновлениями официального сайта по адресу rsv.systems.com, становитесь членами нашей команды, демонстрируйте свой интеллект. Строй SkyWay, спасай планету! Строй SkyWay